Давайте начнем вот еще. Вчера много обсуждений было. Мы обычно с фронта начинаем, но это самое что ни на есть новость с фронта. Ну или не новость, а скажем так, тема с фронта. Не новость, но событие. Так называемый военкор Юрий Котинок вчера много цитировался различными самыми источниками. Он написал, что на одном из статичных направлений командование не забирает тела погибших российских солдат, чтобы снижать статистику потерь. Как я понимаю, само по себе то, что тела не забирают, это не новость. Особенно если речь идет о каких-то горячих точках фронта, когда это, в общем, затруднительно. Но тут, во-первых, статичное направление, когда есть возможность забирать тела, но их не забирают, чтобы не портить статистику. И в этом не то чтобы новость, но для, может быть, какой-то части публики некоторые открытия. Как относитесь к этим заявлениям? Насколько они правдоподобные? Ну и вообще, что думаете по этой ситуации? Я думаю, что это совершенно правдоподобное и вполне себе нормальное для российской армии заявление. Ну, то есть, ситуация нормальная для российской армии, заявление правдоподобное. Все это, естественно, совершенно чудовищно. Чудовищно с точки зрения морали и воинской морали, и воинской, ну, если так пафосно говорить, воинской чести, потому что, ну, есть долг перед погибшими собственными солдатами, офицерами, кто погиб, значит, их, ну, как минимум, нужно более или менее нормально похоронить, либо на, значит, где-то вот при фронтовой полосе, либо отправить родственникам с тем, чтобы они могли там с ними попрощаться, но так, как это положено по местным обычаям, у каждой, значит, ну, есть религиозные, там, понятно, процедуры, которые в этом случае необходимы, или просто человеческие. А вот это нечеловеческие, это абсолютно, как бы это ни парадоксально звучало, понимаете, это антигуманная ситуация для войны, вообще война и гуманизм, это, ну, не сопоставимые, не сочетающиеся какие-то понятия, явления и так далее, но тем не менее, в общем, определенные нормы отношений к своим и, можно сказать, к вражеским солдатам тоже. Ну, технически, в общем, ведь война, военные, боевые столкновения, они не продолжаются постоянно, значит, вот идет атака, значит, эта атака либо удачна, либо неудачна, после этого происходит некое затишье, и вот так часто бывало, особенно в таких войнах цивилизованных, ну, стороны прекращают огонь на какое-то время по договоренности или просто вот понимая, что происходит, и позволяют противнику и себе, и противнику, значит, забрать собственных раненых и погибших, ведь речь идет не только о том, что какие-то тела погибших остаются на вот в зоне, в зоне, где были боевые столкновения, но там же остаются и раненые, значит, нужно раненых забирать. Если не забирают погибших, то, соответственно, непонятно, как забирать раненых. А что касается, значит, статистики, ну, тут очевидная совершенно вещь командира подразделения, взвода, роты, там, я не знаю, батальона, то есть тот командир, который подает вышестоящие штабы информацию о том, что произошло за сутки, сколько человек погибло, сколько ранено, сколько больных и так далее, ну, помимо всего прочего, вот такая статистика ежедневно подается, ну, значит, человек, командира ругают за что? За то, что у него много погибших, ну, вот если там больше, чем некая допустимая в данной ситуации норма, ну, значит, он будет получать некие минусы, которые могут там как-то сказываться на его дальнейшей карьере. Ну, соответственно, люди предпочитают записывать погибших в пропавшие без вести. А что такое пропавшие без вести? Это очень нехорошая категория, потому что с точки зрения уже военных властей пропавший без вести может быть и дезертиром. Он может попасть в плен, он может быть дезертиром. Это значит, что армия не несет никаких обязанностей перед семьей, например. Но если человек погиб, значит, нужно выплачивать соответствующие деньги. А если он пропал без вести, они известны, может быть, он там в плену и продает военные секреты противнику. Значит, в общем, неприятности могут быть у семьи. Вот такая ситуация. Но, повторяю, к сожалению, для российской армии это достаточно типичное явление. Интересно, что это тянется с советских времен, даже с Великой Отечественной войны. Я помню, что бабушка моя не получала годов, это, наверное, до 90-х, может быть, пенсию за своего мужа, который пропал без вести вообще в первые дни войны. Действительно, именно так и мотивируется, а может, он в плену. Все верно, Юрий Евгеньевич. Подтверждаю слова мои. На собственном опыте, да, на опыте своей семьи. Да, так оно. Юрий Евгеньевич, давайте поговорим с вами про F-16, которые ожидаются уже и ждали, ждали, и все ждать перестали. Значит, стали известны подробности об их комплектации. И тут, надо сказать, вроде бы новости, так сказать, ободряющие, наверное, украинскую сторону, потому что комплектация поставляемых F-16 обещает быть довольно современной, не сильно урезанной. Да, давайте поговорим. Ну, проблема поставки F-16, она распадается на три таких огромных проблемы. Это, собственно, поставка самолетов, подготовка пилотов, аэродромов, взлетно-посадочных полос и прочее, прочее. И третья проблема – это, чем они будут вооружены, эти F-16, потому что сама по себе эта машина, это некая платформа, ее боевые качества зависят во многом от того, какое вооружение на нее навешано. Так вот, какие сообщения пошли. А проблема, видимо, была долгое время не решалась, потому что непонятно, чем ее вооружать, эту машину, и откуда брать это вооружение, кто будет, собственно, поставлять. Ну, видимо, судя по сообщениям Wall Street Journal, видимо, договорились о том, что европейские страны, поставщики самолетов, значит, скинутся и будут покупать это вооружение у Соединенных Штатов. О чем идет речь? Речь идет о трех системах. Первая система – это, значит, ракеты противорадиолокационные ракеты, «Harmony» называется, это сокращение от английского словосочетания «высокоскоростная антирадарная ракета», ну, если по-английски это читается. Значит, это ракета, которая… Старая ракета, она очень хорошая, до сих пор на вооружении Соединенных Штатов. Это ракета, которая наводится, это пассивное наведение, как правило, на радиолокационную антенну противника. Соответственно, это позволяет ослепить их применение, этих ракет. Они, в общем, говорят, что они поставлялись и раньше в Украину. Это позволяет ослепить ПВО противника, что очень важно, потому что, если ПВО ослепили, ну, значит, после этого там и беспилотники, и атакмсы, баллистические ракеты, крылатые ракеты, в общем, все, что угодно, могут спокойно нацеливаться и, значит, достигать цели и поражать те объекты, которые защищаются соответствующими системами ПВО. Это первое. Второе – это планирующие бомбы или корректируемые бомбы J-DAM. Ну, об этих бомбах очень много говорилось, и есть они и у России, и, значит, теперь у России, потому что раньше они появились у американцев, потом уже в ходе этой войны стали появляться у России. Дальность действия, если это бомбы, так называемые повышенной дальности, ну, дальность действия до 80 километров, ну, это неплохо. И, наконец, ракеты противовоздушные, противосамолетные, это ракеты воздух-воздух. Ракеты под названием IAM-9X. Ну, это ракеты Sidewinder, ракеты, которые начали появляться в Соединенных Штатах. Первые модификации – это где-то 60-е годы, если я не ошибаюсь. Но до сих пор… Их существует огромное количество модификаций, их постоянно улучшали, но это очень хорошее оружие. Оно до сих пор находится на вооружении американской армии и, ну, наверное, трех десятков, как минимум, армии союзников Соединенных Штатов. Очень хорошее вооружение, очень точное, но проблема вот в чем. У нее небольшая дальность, дальность до 25 километров. Значит, что это означает, что эти, значит, F-16 могут использовать эти ракеты только, значит, ну, в очень такой узкой полосе, ну, 25 километров, значит, нужно еще не попадать в зону действия вражеского ПВО. Ну, соответственно, вот это против тех самолетов или крылатых ракет, которые входят в воздушное пространство Украины и выходят за пределы зоны действия российского ПВО. Вот, собственно, что можно об этом сказать. Вот последняя вот эта проблема дальности ракет воздух-воздух, она была, видимо, была очень предметом очень острой дискуссии, поскольку в Украине, естественно, заинтересованы в максимальной дальности этих ракет. Есть ракеты дальностью до 180 километров, вот хотелось бы именно их получить, но, видимо, пока не получается.